Косплей называют искусством перевоплощения в любимого персонажа. Кино, сериалы, компьютерные игры, комиксы или книги – основные источники вдохновения для косплееров. В качестве образов для воплощения, как правило, выбирают ярких, запоминающихся персонажей, обладающих характерными чертами поведения. Это важно, поскольку косплеер не просто примеряет на себе одежду героя. Он буквально становится им, говорит тем же тоном, копирует манеру речи, жест и мимику. Это нелёгкий труд. Однако результат проделанной работы порой просто поражает воображение. Самое важное в косплее – это, наверное, отдаться этому искусству, скажем так, и не заканчивать на половине пути. Потому что есть начинающие косплееры, которые первый раз купили парик, не знают, как его уложить, не знают, как правильно сделать костюм или надеть его даже. Косплеем Лина занимается около пяти лет. Началось всё с простого новогоднего желания. В канун праздника она попросила родителей купить костюм популярной японской виртуальной певицы Хацуна Мику. А дальше череда ярких, интересных, многогранных образов. Один из последних Лина собрала из своего шкафа. Футболку расписала сама. Это косплей на девочку Элли из компьютерной игры Last of Us. В мире наступает апокалипсис, в котором люди заражаются и превращаются в мерзких существ, единственная цель которых – просто убить. Элли является девочкой, у которой имеется иммунитет к тому вирусу, который разносит эти существа. И она вместе со своим сопровождающим путешествует по миру и пытается найти выход. Вера Жарикова косплеем увлеклась недавно. Среди её образов – персонажей вселенной Flower File, мультфильмов Steven Juniors и My Little Pony. Несколько лет назад Вера организовала в нашем городе косплей-сообщество. В него вошли фанаты самых разных вселенных. На своих собраниях ребята делятся впечатлениями, обсуждают косплеи, помогают друг другу дополнить, усовершенствовать образ. Сейчас сообщество открыто для новых участников. Прийти может любой человек возрастом от 12 лет. К сожалению, у младшего мы предпочитаем не брать. Почему? Потому что у многих аниме, у многих книг возрастной центр начинается именно с 12 лет, по понятным причинам. Поэтому мы будем рады любым. Если вы не настроены агрессивно, если вы в целом адекватный человек, то, пожалуйста, наша дверь всегда открыта. В ближайшее время ребята планируют выйти на общегородской уровень, стать официальным молодёжным клубом. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.